Российский парад Победы состоится 24 июня. В этот же день, 75 лет назад, на Красной площади состоялся первый парад Победы. Из-за пандемии коронавируса главные мероприятия к юбилейной дате отложены и в Приднестровье. Пока сроки проведения столичного парада не названы. А тем временем в Бендерах продолжает работать баннерная выставка, созданная специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Данил Коньков всматривается в каждое фото. Они рассказывают правду о войне. Десять баннеров с ценными фотораритетами недавно установили на площади освобождения. Передвижную выставку подготовили бендерские музейщики. В День Победы она была у Пантеона Славы. Теперь переехала в центр города, чтобы каждому прохожему не навязчиво рассказать о героической истории Бендер в период Великой Отечественной. Сейчас мы решили показать все те уникальные фотографии, которых очень мало сохранилось, и документы, которые рассказывают именно о нашем городе. Как город 22 июня встретил нападение фашистской Германии. С первых же дней началась оборона города, оборона железнодорожного моста через Днестр. Вот фото 44-го. Диктатор Антонеск в Бендерах и разрушенные дома уже после боев за освобождение города. Тогда уцелели лишь два из десяти зданий. А это уникальный кадр немецкой аэрофотосъемки, сделан в начале войны. Вид бендер с высоты. Мост через Днестр – главная мишень немецкой авиации. Отмечены наиболее важные объекты стратегические, такие как аэродром, мост, крепость и так далее. То есть вот эти материалы представлены на выставке впервые. Есть фотографии мирного города довоенного, которые также впервые публикуются. Первоклассник Даниил в деталях рассказывает истории о своих прадедушках-солдатах. Даже готов подражать героям. Пилотка со звездой – наглядное тому доказательство. Говорит, ассоциируется она с великой победой нашего народа. Как в моем стихотворении, я просто его чуть-чуть подзабыл, но там написано «Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой». И вот получается, что они умерли за нашу свободу, за то, чтобы мы сейчас вот так вот и жили. Выставка на площади освобождения продлится до 2 сентября. Это значит, что у каждого будет возможность ознакомиться с ней еще несколько месяцев прямо под открытым небом и без входного билета. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.